«Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача Виктора Черецкого «Испанский роман о России». Начнём с другой темы. Ренессанс Павла Муратова. Известный писатель, искусствовед, прозаик и эссеист эпохи Серебряного века, имя которого встречается чуть ли не в каждом мемуаре о той эпохе, больше всего прославился своим двухтомником 1911-1912 годов «Образы Италии». Книгой зачитывались все. К 1917 году Муратов закончил и третий том, но в эпоху лихолетия издать его оказалось трудно. Все три тома вместе, точнее, три деликатных томика, изумительных в полиграфическом отношении, были выпущены в эмигрантском издательстве «Гржебина» в 1924 году. После советского официального забвения сами читатели Муратова никогда не забывали, да и запрещенным он никак не был. Наступили новые времена, и образы Италии вышли многократно в самых разных издательских исполнениях. Речь у нас сегодня не об этом, а о парадоксальном незнакомстве с итальянской книгой самих итальянцев. Разговор об этом мы с моим собеседником назвали «Ренессанс Муратова». Постоянные слушатели наверняка догадались, что собеседник этот – историк русско-итальянских культурных связей Михаил Талалай. Михаил Григорьевич, слово «Ренессанс» очень идёт Павлу Павловичу Муратову. Прямо рифмуется с ним, не так ли? Это его, его слово. Это итальянский «Ренессанс» Муратова, но и, собственно, его личный «Ренессанс», я бы сказал, проходящий в наши дни. А что за «Ренессанс» такой в наши дни происходит? Действительно, нам кажется, что про Павла Павловича Муратова мы знаем всё. Все мы прочитали его образы Италии. Вообще, я бы сказал, что он подарил нам Италию. По крайней мере, даже мне лично. Сейчас, готовясь к нашей передаче, я вспоминаю события примерно, думаю, лет сорока тому назад, когда я, болея очередной эпидемией ленинградского гриппа, валялся в постели с температурой, и мой друг принёс мне образы Италии. Старый, с чудесной древолюционной орфографией. И вот на этом, скажем так, больничном ложе я упивался этой книгой, как-то возрождался, был тоже некий «Ренессанс». И для меня это был первый импульс, когда я из бетломана, англомана становился эталоманом. И в итоге, в общем-то, здесь и обосновался. Поэтому это прекрасный, великий подарок всем нам. Потом, в 90-е годы, кажется, мы все прочитали. Образы Италии выходили не раз в разных издательствах, с разными предисловиями, комментариями. Прошла великолепная выставка в Музее изобразительных искусств Пушкина, «Человек серебряного века», который ещё раз подчеркнул значение Муратова для нашей культуры. Но вот оказалось, что да, мы прочитали Муратова, но в Италии Муратова не знали. В Италии Муратова никто не читал. Подождите, а небось многочисленные издательства с картинками, и без фолианты, в суперобложках, и без оных? Вот то-то удивительно. Все мои знакомые, русские знакомые, удивляются, что в прошлом году, в 21-м году, закончился выпуск «Ив образов Италии». Но это в двух томах издание очень серьёзное, ответственное, долго. Поэтому первый том вышел чуть пораньше, а второй заключительный, только что свеженький, отпечатанный. В превосходном издательстве «Адельфи» и с прекрасным переводом моего знакомого Александра Романом, русиста, и под редакцией профессора, тоже русиста, римлянки Риты Джулиани. Великолепное издание, которое только-только попало на книжные полки и, соответственно, в руки итальянских читателей. То есть вы хотите сказать, что в 20-м веке Муратова в Италии не издавали? Издавали, но не образы Италии. Вышла его книга, посвящённая русским иконам, книга «Абиота Анджелико», но его главный труд, по которому мы его знаем и любим, он стал известен только сейчас. И, конечно, меня спрашивают, почему и как. Ответов прямых нет. Мне кажется, здесь какой-то психологический момент. Итальянцам рассказывают про Италию, которую они так прекрасно знают, любят. Ну, мне даже пришло в голову, быть может, не совсем уместное сравнение. Представьте, что к нам в Россию приезжает человек из Нового Света, а сто лет тому назад для итальянцев России вообще была такая полудикая страна. Вот приезжает, скажем, какой-нибудь бразилец и на португальском языке с восторгом, энтузиазмом пишет о Феофане Греке, Андрее Рублёве, Покрове Нанерли и прочих русских красотах. Будем ли мы охотиться за такой книжкой? Станет ли она для нас настольной? Такой вот большой вопрос. И поэтому даже нынешнее итальянское издание для итальянских читателей его предварили предисловием не какого-нибудь специалиста по Муратову, какого-нибудь Зубра, типа Герольда Вздорного, который и делал ту выставку, мною упомянутую в Пушкинском музее в 2008 году. Или, скажем, Василия Толмачёва, который был одним из издателей образов Италии, тоже их знает досконально. Или, скажем, моего приятеля, живущего в Риме, историк Олега Тарасова, который прекрасно изучил Муратова как специалиста по иконам. То есть вот не этих экспертов пригласили предварить итальянское издание итальянскому читателю, а предисловие хорошее, предисловие написала Катя Петровская. Новое имя, я думаю, для многих наших слушателей. Но, тем не менее, вот это символично, что человек как будто далёкий от искусствоведения, искусствознания, но литератор, свежий человек, он и предваряет для итальянцев эту книгу. Здесь, конечно, мне думается ещё и издательский секрет, что то же самое издательство Адельфи перед Муратовым издало книгу самую Катя Петровской. Я хочу сделать маленькое примечание к вашим словам как раз для наших особенно постоянных слушателей. Катю Петровскую, конечно же, наши слушатели знают. Она давняя участница передач «Поверх барьеров», которые назывались европейский выпуск «Поверх барьеров», и где, Михаил Григорьевич, вы достойно участвовали вместе с Катей Петровской и другими русскими европейцами. Так что имя всё-таки известно, хотя в последние годы в наших программах её голос не звучит. И тем не менее, продолжайте, пожалуйста. Итак, Муратов в Италии. Удивил ли он итальянцев? Заинтересовал ли? Сказал ли он что-нибудь новое? Вообще, какой его ракурс на фоне всей той громадной итальянистики, которая существует в мире? Теперь он, конечно, скажет, потому что есть это прекрасное итальянское издание, но есть и могучий фундамент, чтобы двигать, назовем так, моратоведение. Дело в том, что слово, которому утребили «Ренессанс», оно воистину правильное, потому что в эти же почти дни, месяцы снова заработал очень активно римский центр Павла Муратова. Это очень важное, я бы сказал, такое цивилизационное явление, которое на новом этапе, я бы сказал, с новым дыханием заближает итальянскую и русскую культуру. Этот центр был основан Ксенией Михайловной Муратовой, замечательным искусствоведом, двоюродной внучкой Павла Павловича. Но Ксения Михайловна последние годы болела, скончалась в 2019 году, и поэтому центр, римский центр Павла Муратова, по сути дела, в полную силу и не заработал. Мне удалось участвовать в третьих муратовских чтениях, куда меня позвала Ксения Михайловна, и первым делом центр Павла Муратова выпустил, как ни странно, перескочив через первый и вторые муратовские чтения, они еще ждут своей публикации, опубликовал прекрасную толстую книгу, третьи муратовские чтения, и на русском, и на английском, в общем, такое многоязычное книжное издание. Из предисловия Риты Джулиани к сборнику третьи муратовские чтения. Ксения Михайловна Муратова никогда не встречала Павла Павловича Муратова, навсегда покинувшего Россию еще в 1922 году. Однако незримое присутствие известного писателя всегда ощущалось в доме Муратовых в Москве, в книгах, картинах, мебели и, конечно, в семейных воспоминаниях, в которых имя родственника эмигранта произносили неизменно шепотом. Италия страна искусства и красоты захватывала воображение Ксении Михайловны с детства. Поэтому с годами у Ксении и Павла Павловича появится много общего, страстная увлеченность истории искусства, изысканный вкус и восхищение прекрасным. И, наконец, они начинают встречаться на страницах научных работ Ксении Михайловны и, прежде всего, в рамках Международного научно-исследовательского центра Павла Муратова, которое она основала в Риме в 2012 году. На страницах нашего издания они встречаются вновь в сборнике статей и материалов Международной конференции «Третье Муратовское чтение», проходившей в Неаполе 28-30 сентября 2017 года и организованной университетом Лориентале по инициативе Ксении Михайловны в сотрудничестве с Микаэлой Бемик и Лючей Тонини. Вместе с тем, настоящая книга является данью памяти Ксении Михайловны Муратовой, скончавшейся в ноябре 2019 года. Этим собранием текстов мы стремились возместить эту тяжелую для нас утрату. Сборники являются свидетельством глубокого и искреннего уважения нашей близкой подруги, красивой и очаровательной женщины. Поэтому ее первая часть посвящена Ксении Михайловне, как известному искусствоведу, популяризатору и интерпретатору произведений своего знаменитого родственника, литератора, историка, искусствоведа и переводчика. Это была цитата из предисловия Риты Джулиани к сборнику «Третьи муратовские чтения». На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Ренессанс Муратова». У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник, историк Михаил Талалай. Михаил Григорьевич, а что же во второй части книги этого сборника? Сами образы Италии, они, конечно, дают очень много пищи для размышлений, для статей, поэтому сейчас уже есть такие очень рафинированные очерки Муратов в Неаполе, в Риме, что он сказал о том или ином художнике. Собственно, существует и даже некий отпор Муратова, потому что Муратов часто очень увлекался, ну и, как так элегантно говорят, впадал в мифопоэтику, создавал образ Италии, свой собственный образ Италии. Я с этим столкнулся, когда готовил воспоминания Николая Павловича Анциферова вместе с Дарьей Сергеевной Московской, и Анциферов, который еще до революции приехал вместе со своими товарищами под амафором, я бы так сказал, выспленно, под амафором Муратова, с его книгой, он в городе Сиена встретился с одним русским историком, и вот, что тот ему сказал. Из книги Николая Павловича Анциферова «Отчизна моей души». В Сиене мы встретили историка Крусмана, который путешествовал по Италии со своим племянником. В ответ на наши возгласы восхищения он сказал, это Павел Муратов создал светлый, мечтательный образ Сиены. Это его фантазия. Впрочем, облик ее мог создать такое представление. Нет, Сиена не светлый город. Жестокая Сиена, вот как нужно ее называть. Вся ее история кровавая. Этот красный цвет городских стен словно свидетельствует об этом. Правда, в основном ее живопись мечтательна и светла. Дуччо Ди Буана Сенья, Симоне Мартини, Сано Ди Пьетро все художники города Мадонны, отказавшиеся от мира сего ради мира тихой мечты. Они не отражение реальности Сиены, а противопоставление ей, полный контраст. Вот Матео Ди Джованни это подлинно сиенский художник. Он постоянно писал «Избиение младенцев Иродом и как писал, с каким увлечением он выписывал отвратительные детали этой гнуснейшей бойни. И заметьте, без всякого осуждения. Какое там осуждение! Он любовался этими сценами, сколько музыки внес в них, какие ритмы, какие утонченные краски. Нет, Сиена жестокий город». Это была цитата из книги Николая Павловича Анциферова «Отчизна моей души». Вообще, если говорить о новых гранях, то я бы предпочел говорить вообще о новых Муратовых. Я бы сказал, что их несколько, по крайней мере, я насчитал трех Муратов. Одного Муратова мы хорошо знаем, это образы Италии. Затем Муратов эмигрирует. В 22-м году навсегда прощается с родиной. В 23-м году обосновывается в Италии. И это другая Италия. Этой Италии он уже не восхищается, он уже не путешественник Серебряного века, ему надо зарабатывать и прочее, ему надо обустраиваться в новой итальянской жизни. Это Муратов эмигрант. Он, конечно, по вторникам собирает великолепные салоны, сборище, лучше интеллигенция римской и русской, итальянской и прочее. Он пробует зарабатывать как антиквар, но не всегда удачно. Из книги Григория Шелтяна «Приключения моей жизни» о покупке картины Фрагонара. Перевод с итальянского Михаила Талалая. В середине дня двери моей мастерской распахнул бледный, убитый горем Муратов. «Это не та картина!» восклицал он. «Я не знаю, что это, но это не она! Сделка сорвана!» Я никогда не видел оригинала, поэтому не мог ничего сказать в тот момент, но понял, в чем дело. Все было настолько очевидно, что ошибки быть не могло. Картину вывезли из России свернутой в рулон и транспортировали в ужасных условиях, чем причинили огромный вред красочному слову, который местами осыпался, местами оказался поцарапан, а где просто утерян. Тот, кто в Париже должен был натянуть полотно на подрамник, обратился к неизвестно какому мазиле, который закрасил как мог явно лишающие лессировки были утрачены, осталась мутная бледная поверхность, ничего общего не имеющая с утонченной гаммой светоносных красок и богатой игрой полутонов фрагонара. В полном отчаянии, с болью в душе отправился с картины во Флоренцию к копиисту Лохову и вернулся оттуда просветленным. Лохов заверил его, что сумеет восстановить лессировки, да так, что никто не заподозрит, что это реставрация. Так писал в своей книге Григорий Шелтян. В заключении скажем, что хотя первоначальная сделка с фрагонаром была аннулирована, в итоге Муратову удалось устроить картину «Игра в жмурки в Лувр», где она благополучно пребывает и поныне. И таким образом Муратова в Риме, а зато плавно переехавшим в Париж, сохраняя римские адреса, я бы назвал по-итальянски Муратов номера дуа. И, пожалуй, главный итальянский текст номера дуа это его поездка в Апули. Как будто это продолжение его образов в Италии, но там уже Италия совсем другая. Об этом хорошо пишет другой исследователь Муратова русистка Патриция Деотта. Лет 20 тому назад я пригласил его в один итало-русский сборник, и она написала замечательную статью на русском языке «Изгнание и разочарование отношения Муратова к Италии». И там она рассматривает этот переход от первого Муратова к Муратова номера дуа на основе в том числе его литературного текста «Поездка в Апулию». К этому тексту обратилась и уже русистка нового поколения Донателла де Лео. Она совсем недавно в моем же сборнике «Барградские чтения» опубликовала такой новый подход к тому же самому тексту 20-х годов «Поездка в Апулию». А совсем недавно произошло замечательное событие. Эти две Муратоветки, извините, такое неуклюжее выражение, они объединили свои усилия, и опять-таки на итальянском языке только что вышла, буквально на днях, вышла книжка «Виаджием Пуля», «Поездка во Пулю», в переводе Донателлы де Лео и с предисловием Патрици де Оте. Так что теперь у итальянцев есть полное собрание сочинения Муратова об Италии, его образы Италии. На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Ренессанс Муратова». У микрофона Иван Толстой, мой собеседник, историк Михаил Талалай. Но есть еще третий Муратов, я бы уже назвал его по-английски Муратов «Нумер три». В конце 30-х годов его приглашают ванн. Он, в общем-то, не бедствовал, но дела шли его так себе в Париже, и поэтому в том числе для поддержки экономической да и моральной его приглашают в Англию для научного литературного сотрудничества английский путешественник, дипломат, историк с такой, я бы сказал, даже шпионской фамилией Уильям Аллен. И они пишут последние уже книги муратовские. Это книги в основном про войну. Это война на Кавказе, и они первыми вдвоем уже описывают события Второй мировой войны. Поэтому Муратов номер три это неожиданно военный историк. Но надо сказать, что в Риме вряд ли этот муратовский центр будет заниматься Муратовом номер три. Ну, потому что это совсем уже другой человек, и несмотря на то, что он приехал в Италию на гребне своей славы, тот же самый Уильям Аллен приглашал Муратова не ради образов Италии. У англичан есть свой Муратов, который задолго до нашего Павла Павловича подарила англичанам Италию. Это Джон Рёскин. Поэтому Муратов был востребован в Англии как неожиданно как военный историк. Ну, а вы, Михаил Григорьевич, сами для себя открыли какие-то лично новые грани Павла Павловича? Не захотелось ли вам всё-таки написать его хотя бы небольшую биографию? Я вот слушаю ваш рассказ и вижу, что многие повороты его судьбы в общем далеко не столь известны и очевидны, как может показаться на первый взгляд? Я бы сказал биографию это сложно. Это сложно. Человека, а я рассказал о трёх уже людях, который написал по подсчёту Муратов Ведов около трёх тысяч разных текстов. Этого человека трудно описать в одной книге. Поэтому я тоже здесь могу лишь добавить какие-то может быть интересные штрихи. В частности я соприкоснулся с Муратовым, когда готовил книгу о Лохове реставраторы и художники. И тогда я поднял пласт, который ждёт ещё своего освоения. Это Муратов как корреспондент из Италии. Он писал очерки в русскую мигрантскую периодику, которые ещё не собраны, не освоены. И это можно сделать. Есть ещё один полудетективный вариант, полудетективный сюжет, к которому я подбирался, но потом отступился. Дело в том, что одна из книг опубликованных здесь в Италии Муратовым ещё в 20-е годы, это монография о замечательном художнике Биата Анджелико. Она вышла на итальянском, на французском, на английском языке. Муратов писал её по-русски. И вот представьте, что произойдёт, если мы обретём его русскую рукопись, которая пропала. У меня даже был такой, ну, скажем так, авантюрный замысел организовать перевод Муратова с английского или с какого-то другого на русский этой монографии о Биата Анджелике. Но потом, повторю, я отступился, потому что наверняка будут критиковать, скажут, что это не муратовский язык, что он писал намного изящнее, элегантнее. В общем, как-то такой перевод, мне кажется, изначально обречён на провал. Но вот у меня обращение ко всем нашим слушателям, поэтому посмотрите вокруг, в архивах, в сундуках ваших бабушек или ваших соседей, вдруг вы обнаружите рукопись Муратова фра Биата Анджелика. Это будет настоящая сенсация. И на этом мы заканчиваем разговор о Павле Муратове, приуроченной к выходу его знаменитых образов Италии в переводе на итальянский язык. Моим совеседником был историк русско-итальянских культурных связей Михаил Талалай. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах радио «Свобода». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Из Италии в Испанию. О диктатурах или почему испанец написал роман о России. Вышедший не так давно в старейшем мадридском издательстве «Альтере» роман под названием «Березка» вызвал широкий отклик испанской общественности. Книга посвящена России. С ее автором, писателем Хуаном Антонио Мирандой беседует наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий. Вы всегда писали только об Испании, об истории вашей малой родины Мелильи и всей страны. Есть у вас помимо всего прочего и на мой взгляд очень интересный роман в духе политической фантастики о том, что могло бы произойти, если бы в испанской гражданской войне 30-х годов победил не генерал Франко, как было на самом деле, а его противники, сторонники Левого Народного фронта. Так что ваш роман «Березка» единственный не посвященный Испании. Поясните, пожалуйста, чем и почему вас привлекла Россия? Большинство моих литературных работ действительно посвящены испанской истории. Что же касается российской темы, то здесь могу назвать ряд причин, побудивших меня к ней обратиться. Первоначальный интерес к России вызвало чтение Достоевского, Толстого и других классиков русской литературы. Их герои навсегда вошли в мою жизнь. Не скрою, что обращение к истории России обусловлено и моим неприятием тоталитарных режимов. Причем режимов любой ориентации, которые противостоят свободе человека. Ведь еще Дон Кихот говорил своему верному оруженосцу Санчо Панси, свобода Санчо есть одна из драгоценных щедрот, которые небо изливает на людей. Мне хотелось поведать читателю о жизни в условиях советской диктатуры, о буднях, труде, заботах, воспитании детей, о страхах, страданиях и радостях. Разумеется, нельзя было европейского террора, темы ГУЛАГа и преследования инакомыслия в более поздние времена. Ведь роман охватывает период от революции 1917 года до краха Советского Союза. Особо хочу отметить, что в Испании во времена франкистской диктатуры жизнь СССР практически не освещалась. Да и в последующие годы об этой стране писалось немного. Так что мне хотелось в какой-то степени восполнить этот пробел. У меня много русских друзей и знакомых. Россию я посещал неоднократно. Плодом этих поездок и стал роман «Березка». Он назван так, поскольку это дерево символизирует для меня Россию. Я побывал в Москве, в Сибири, на Кавказе и во многих других местах. Встречался и беседовал с людьми. Я прочел множество статей о России, работал в архивах. Быть хорошо информированным о событиях, которые описывают для меня закон. Я не берусь за перо, пока не изучу тему. Кстати, у главной героини романа есть реальный прототип. Разумеется, я кое-что домыслил, но персонаж абсолютно реальный, со своими горестями и радостями. Познакомьте нас кратко с содержанием «Березки». Сюжет романа разворачивается на фоне разных эпох и событий. Главная героиня, Ольга, родилась в сибирской деревне. Ее отличает беспокойный характер, который не дает смириться с уготовленной ей грустной жизненной перспективой, с работой в колхозе и на приусадебном участке, замужеством с кем-то из местных жителей, большинство из которых злоупотребляют алкоголем. Ольга пытается любой ценой вырваться из своей среды и, несмотря на запреты отца, уезжает в город учиться. Сначала на фармацевта, а потом на врача. Одновременно в романе описывается непростая жизнь, быт и нравы деревни, в которой родилась Ольга. Ну, а она встречает в городе первую любовь, обзаводится интересными знакомствами. Среди ее друзей есть диссиденты, критикующие положение дел в стране. Роман переносит нас и в тревожные времена гражданской войны. Скитание деда Ольги по стране, попытки добраться пешком от Казани до Турции и его переезд в Сибирь, где, как ему казалось, можно обрести свободу. Судьба семьи, которую революция поделила на красных и белых, описывается в романе и страдания людей в годы Второй мировой войны. Тем временем события развиваются стремительно. Ольга работает, преодолевая множество трудностей и ее жизнь в конце концов налаживается. Но вот наступает эпоха перестройки с ее иллюзиями и надеждами, которые очень быстро сменяются разочарованием. Страна разваливается, работы нет. Чтобы выжить и помочь родным, героиня уезжает работать за границу. Мне представляется, что знакомство с советской действительностью вас особо не шокировало. И работать над романом было не столь сложно, учитывая, что среда, в которой вы родились и выросли, я имею в виду диктатуру Франко, как это ни парадоксально, во многом напоминало советское общество. Эта схожесть очевидна всем, кто знаком с недавней историей Испании и России. Начнем, к примеру, с идеологического воспитания детей. Какие здесь можно провести параллели? Схожесть действительно есть. Я давно в этом убедился, слушая рассказы моих русских друзей. Оказалось, что между тем, что существовало в Советском Союзе и тем, что мне довелось самому пережить в детстве в Испании, было много общего. Я был членом так называемого Молодежного фронта, аналога советской пионерской организации. Был звеньевым. Речь шла об организации, воспитывавшей детей в духе преданности франкистскому режиму. Нас выводили на разные официальные, совсем не детские мероприятия. К примеру, каждое 20 ноября на скучные траурные митинги по поводу очередной годовщины смерти идеолога режима Хосе Антонио. Мы должны были маршировать с флагами, салютовать, петь патриотические песни, стоять в почетном карауле, изображая глубокую скорбь и приверженность идеалам режима. Ну а главное, проявлять готовность защищать этот режим от якобы имеющихся у него многочисленных врагов. На специальных уроках политики школьникам рассказывали о величии Франка, его победах над недругами Испании и об идеологии режима, национал-синдикализме. Зачет по политике был чуть ли не основным в школьной программе. Если ты его проваливал, тебя не переводили в следующий класс. У членов молодежного фронта были привилегии. Политический зачет нам ставили автоматически. Мы даже могли записаться в шахматный кружок, ходить на экскурсии. Но больше всего мне нравилось щеголять перед девочками в форменном красном берете, голубой рубашке с погончиками и вышитой франкистской эмблемой на груди. Мы много играли в футбол, пинг-понг, шашки. Перед началом занятий в школе нас строили. Мы вытягивали вперед правую руку и пели «Кара Аль Соль» франкистский гимн. Так что между советской и испанской школами были, как мы видим, и некоторые различия. Поначалу все это еще привлекало. Франко победил в войне, спас нас от коммунизма, ведет страну к светлому будущему. Но потом стало изрядно надоедать, поскольку без конца повторялось. Помнится, что советские историки-испанисты очень любили в свое время порассуждать об общности исторических судеб, о том, что история Испании и России во многом схожи. Правда, говорилось лишь о далеком прошлом, о многовековой борьбе с врагами в средние века в России с татаро-монголами, в Испании с арабами и о борьбе с Наполеоном. Действительно, когда вся Европа подчинилась французским завоевателям, только в Испании и в России против них велась народная партизанская война. Но, разумеется, никто в Союзе не отваживался сравнивать два тоталитарных режима советский и франкистский, которые, в конце концов, оказались обреченными на исчезновение. А ведь сравнения напрашивались сами по себе. К примеру, репрессивные аппараты и того и другого действовали не столько против настоящих противников, сколько против мнимых, занимались чисткой в собственных рядах. И все лишь для того, чтобы укрепить свою власть, насадить атмосферу страха и задавить любую оппозицию. Вспомнить хотя бы, как Франко перебил и пересажал все руководство фаланги, поддержавшей его партии фашистского типа. Впрочем, схожесть была не только в политике, но даже в архитектурных вкусах, в строительстве помпезных общественных зданий и жилья для высших чиновников и неприглядных пятиэтажек для народа. Много общего было и в пропаганде двух режимов. К примеру, в Мадриде в свое время существовало подобие московской выставки достижений народного хозяйства. Повторю, что режимы очень походили один на другой. Для меня это были две стороны одной тоталитарной монеты. Вся наша жизнь была серой, печальной. Я в юности был полностью поглощен своей учебой, ухаживанием за девушками, жил, как и все мои сверстники. Но затем постепенно стал чувствовать, что вокруг меня все как-то странно, царит какая-то гнетущая обстановка. Особенно я стал это ощущать после службы в армии. Ведь соседние с нами страны, к примеру, Франция, жила совсем иной жизнью. Это сразу бросалось в глаза, стоило лишь посмотреть на людей, приезжающих к нам из-за границы. Тем не менее, пропаганда в какой-то степени делала свое дело. Нам постоянно внушали, что мы особые, что вокруг нас одни масоны и анархисты, так Франко называл европейских демократов, которые якобы только и думали, как нас уничтожить. Было время, когда я возненавидел поскольку захватил в 18 веке наш Гибралтар. И во всем были виноваты английские масоны. Это без конца повторялось и заставляло людей верить в то, что нас действительно окружали враги. Меня от этой ненависти впоследствии спасли поездки в зарубежные командировки. Я познакомился с англичанами, шведами и немцами. Вместе выпивали, и я убедился, что это вовсе не враги, что все мы одинаковые, и что врагов мне следует искать в другом месте. Первое, что было очевидным, это отсутствие у нас элементарных прав. Я стал искать информацию о жизни в других странах, читать книги, запрещенные режимом. Стал слушать оппозиционную радиостанцию «Перенайка», которая вещала из-за границы. Слушать приходилось очень тихо, чтобы никто об этом не узнал, в том числе мой отец, который прошел гражданскую войну и не хотел, чтобы я увлекался политикой. Газеты, радио и телевидение нагоняли на меня скуку. Они всегда сообщали об одном и том же, об успехах режима. Особо отличалась по этой части печально известная кинохроника «Но До», которую запускали в кинотеатрах перед началом всех кинофильмов. Эта хроника лишь прославляла Франка и его деяния. Ну а в городах повсюду стояли памятники вождю. И у нас, в Медилье, к нему постоянно возлагались цветы, лавровые венки. И в Гранаде, где я одно время жил, и, разумеется, в Мадриде. Культ личности Франка и восхваление его режима повсющалось повсеместно. Подобное удручало. Терпеть все это было невозможно. Известно, что в годы диктатуры многие молодые испанские интеллектуалы в поисках политической альтернативы обращались к опыту Советского Союза. Как обстояли дела в вашем случае? Любопытно, что со временем поиски правды привели меня к идеологии, считавшейся в Испании вражеской, к марксизму, идеи которого, как мне казалось, торжествовали в Советском Союзе. И к моему увлечению русской культурой добавился интерес к политическому строю СССР. Я не пропускал ни одного выступления советских коллективов, гастролировавших в Испании. Ведь в то время уже были культурные обмены между нашими странами. Помню, мы ходили смотреть балет на льду, на выступления симфонических оркестров, певческих и танцевальных коллективов. Мне казалось тогда, что советское общество могло служить примером для Испании. Впрочем, очень скоро я стал понимать, что Советский Союз вовсе не был таким, как я его представлял. Подозрения закрались, когда некоторые мои знакомые, люди левых убеждений, побывали в СССР и вернулись разочарованными. Они, в частности, рассказывали о погоне россиян за иностранными вещами, которые они предпочитали своим джинсами, колготками, сигаретами, шариковыми ручками и зажигалками. И это сближало оба тоталитарных общества, свидетельствовало об их ущербности. Ведь у нас тоже был дефицит некоторых товаров, и все заграничное испанцам представлялось прекрасным и недосягаемым. Настала пора разочарования. Я все больше убеждался, что франкизм и коммунизм весьма схожи. Известно, что в Испании, как и в Советском Союзе, была цензура, и населению далеко не все разрешалось читать и смотреть. Вас лично коснулась эта проблема? Отец жены моего брата был цензором. Он был хорошим человеком, но все же цензором. Это была его работа. А я все удивлялся, как он мог служить диктатуре. Цензоре подвергалось буквально все. За чтение запрещенной литературы полагалось наказание в виде крупного штрафа. Мне было очень обидно не иметь возможности читать то, что хотелось. Мой отец покупал газету «Алькасар», а потом перешел на «Пуэбло». Не знаю, зачем он это делал, ведь все газеты печатали одно и то же. Отец слушал местное радио, а меня оно совсем не интересовало, поскольку я слушал «Перинаику». Это для меня было единственным радио, другого не было. Да и вообще информационное однообразие всегда заставляет человека искать что-то другое, отличное, какую-то альтернативу. Запрещалась не только марксистская литература, но и книги известных современных авторов, испанских и иностранных, к примеру, произведения Гарсия Лорки, Хемингуэ, Камю и так далее. Любопытно, что список запрещенных книг в Испании и в СССР, насколько мне известно, часто совпадал. Речь идет, к примеру, о таких произведениях, как Лолита Набокова или 1984 Орвелла. А взять фильмы. Все они походили один на другой. Поначалу доминировала военная тема, восхвалялись герои-франкисты, победа Франка в гражданской войне, а его враги показывались в качестве уродов и убийц-садистов. Примеров сколько угодно. Взять хотя бы такие военные фильмы, как «Мадридский фронт» или «Человек легиона». Одновременно в этих фильмах превозносилось все испанское. Подобные мотивы присутствовали даже в детском кинематографе. К примеру, в фильме под названием «Закалка душ» дети выслушивают патриотические речи наставника, клянутся в верности франкизму и маршируют в военной форме с деревянными винтовками. Затем кинематограф стал менее воинственным, но не менее пропагандистским. В нем по-прежнему демонстрировалось превосходство Испании. Правда, на смену военной теме пришли фольклорные мотивы. Довольные жизнью и счастливые испанцы, одетые в национальные костюмы, только и делали, что веселились, пели и танцевали. Разумеется, исполнялось только свое фольклорное, под стук кастаньет. Подобный кинематограф был для меня скучнейшим, главным образом из-за пропаганды, которую содержал. Он представлял собой жалкую картину, и это несмотря на то, что у нас были прекрасные актеры. Что касается иностранных кинофильмов, то они тоже подвергались цензуре, и не только политической, из мелодрам вырезались сцены любви. Эта манипуляция, эти грубо сделанные купюры, даже в самых невинных сюжетах, мешали смотреть кино. Они вызывали лишь смех и недовольство публики. Я мечтал съездить во Францию, чтобы посмотреть фильмы, те, что в Испании из-за своего содержания вообще были запрещены к показу. Тогда в жизни общество огромную роль играло церковь. Франко любил оправдывать свои действия волей Божьей, так что и любовные сцены вырезались из фильмов, якобы под сильным влиянием церкви. Впрочем, подобное оправдание, по мнению многих испанцев, было фальшивым. Ведь цензурой занималась не церковь, а режим по своей собственной инициативе. Ну а в Союзе, к примеру, церковь не пользовалась особым влиянием, тем не менее, любовные сцены тоже из фильмов вырезались. Полностью зарубежную картину можно было увидеть на московском кинофестивале, но, разумеется, лишь единицам, тем, кто мог на него попасть. В свое время живший в России один знакомый испанец, отвечая на мой вопрос, почему западные фильмы подвергались в Испании, как и в Советском Союзе, практически одинаковой цензуре, пояснил, что обе диктатуры использовали придуманные ими же нормы с целью держать в узде население. Цель не допустить ни глотка свободы, ни в политике, ни в быту. А логика диктатуры в Испании была примерно такой же, как в СССР. Сначала иностранных фильмов насмотришься, потом жене изменишь, а в конце концов и родину придашь. Так что за моральным обликом в Испании присматривали, как и в Союзе. За высшими должностными лицами зорко следила лично супруга диктатора Кармен Полу. Ну а за рядовыми испанцами, правда, присматривали не месткомы и порткомы, а активисты, моралисты режима. Разница и в том, что франкисты не додумались использовать в характеристиках, как это делалось в Советском Союзе, слова типа морально устойчив или неустойчив. Парню и девушке нельзя было прогуливаться по улице в Испании, взявшись за руки, но оцеловаться в общественном месте было немыслимым делом. Если я пытался обнять на улице свою жену за плечи, меня тут же прохожие делали замечания. Не кажется ли вам, что оба режима, которые формально вроде бы считались диаметрально противоположными, а на деле схожими, в какой-то степени тянулись друг к другу? И это при показной ненависти. Диктатор Франко, к примеру, порой интересовался у своих адъютантов, что там у Сталина. Он, кстати, питал явную слабость к советскому оружию. В годы гражданской войны генерал чуть ли не из своего кармана платил солдатам, которые угоняли у противника, у сторонников Народного фронта, поставленные им советские танки. Эти трофеи, так же, как и другое советское оружие, включая самолеты, уже после войны полтора десятилетия использовались во франкийской армии. Известно также, что дополнительно советские трофейные и 122-мм пушки Франко прикупил у Гитлера в 1943 году, причем сразу 150 стволов, а у себя наладил производство знаменитой советской противотанковой «Сорокопятки». Тайные политические переговоры велись между Москвой и Мадридом уже с начала 50-х годов, потом начались культурные обмены, а к концу 60-х были налажены широкие торгово-экономические связи. Испанию без особой огласки посещали советские партийные функционеры. За несколько лет до смерти Франко и краха его режима в Москве уже действовало дипломатическое представительство Испании. Но официально в советской пропаганде франкийский режим по-прежнему именовался не иначе, как преступный, кровавый и фашистский. Испанцы отвечали той же монетой. Что вы думаете по этому поводу? С молодых лет я слышал, что русские были чем-то вроде чертей. При этом на полном серьезе заявлялось, что поскольку они были исчадием ада, то у них отрастали хвосты и рога. Я о том, что вы рассказали, думал уже в зрелом возрасте. Вроде бы в Испании поддерживалась ненависть к Советскому Союзу и вместе с тем имели место бесконечные поездки советских творческих коллективов, спектакли, спортивные состязания, футбольные матчи. Все это было довольно странно, как и широкие экономические связи. Мой отец работал одно время на принадлежащих Испании Канарских островах и там была база советских судов. Отец даже приобрел у одного русского моряка фотокамеру и она ему очень нравилась. Речь шла о совместной рыболовной компании Совиспан, которая в свое время развернула на Канарах бурную деятельность, в том числе, как утверждают испанские источники, шпионскую. Испанцы ремонтировали советские корабли и на острова без конца летали чартеры с моряками, так называемые сменные экипажи. Кроме того, Советский Союз поставлял франкистской Испании нефть и получал от нее оборудование, в том числе, для оборонных предприятий и ширпотреб. Правда, полноценные дипломатические отношения между двумя странами были установлены лишь через полтора года после смерти Франка и краха его режима. Кстати, почему все же, на ваш взгляд, режим рухнул? Это было логично. Франкистский режим без Франка не мог существовать. К тому же общество устало от этого режима и нуждалось в радикальных политических переменах. И это при том, что ситуация в стране изменилась. Уже давно не было голода 30-х, 40-х годов. Мы неплохо жили. Испанская экономика успешно развивалась, была девятой в мире. Надо признать, что Франка немало сделал для социально-экономического развития страны. К примеру, при нем была создана пенсионная система и современное доступное всем здравоохранение. Но, как говорится, не хлебом единым жив человек. Люди нуждались в свободе, чтобы не бояться высказывать свои мысли. Тем не менее, краху режима сопутствовал в Испании определенный период нестабильности, турбулентности, преступности, терроризма, непростой ситуации и в политике, и в экономике. И здесь, на мой взгляд, тоже можно провести определенные параллели с Россией 90-х годов после крушения советской власти. Действительно, вспоминаю жестокое убийство на улице Аточа в Мадриде. Я разделял в то время левые взгляды и участвовал в протестах против этого преступления. Были убиты адвокаты, защищавшие профсоюзы. Они пытались противостоять мафии, которая действовала на транспорте. Печальное и тревожное было время. Многим приходилось очень трудно, в том числе некоторым моим друзьям и знакомым. Но со временем все улеглось, и мы смогли преодолеть эту сложную ситуацию. Спасибо за рассказ. С автором романа «Березка» испанским писателем Хуаном Антонио Мирандой беседовал наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах радио «Свобода» завершен. Над программой работали режиссер Александр Аркадьев и редактор Иван Толстый. А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей особенно новых сериями наших культурных и исторических программ. передача «Поверх барьеров». Ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими голоса сегодняшних собеседников. «Внимая ужасом войны» серия программ о Первой мировой. Говорят участники, свидетели и жертвы событий. Участники свидетели это понятно, но почему именно жертвы? Потому что вы услышите голоса проигравших, тех, кто записал свои воспоминания уже в эмиграции. У нашего исторического микрофона офицеры, сестры милосердия, общественные деятели, литераторы, издатели, коммерсанты, записанные в середине 60-х, то есть полвека назад, для передач «Радио Свобода» к 50-летию революции. На этот балл политического красного креста это уже было по традиции все приходили. Опять-таки из-за сочувствия к тем арестованным, запустимым политическим, которые пострадали от царского режима. Там видели и Чернова, и Авксельцева, и Цейтлина, и Фельдмана. Но, во всяком случае, центр всей этой эмиграции политической был Париж и только отчасти Женева. Лишь малая часть этих записей пошла в эфир, а 90% разговоров никто и никогда не слышал. Голоса с того света в программе «Поверх барьеров». Другой цикл называется «Сэ лави» «Непериодические разговоры» с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны. Книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «Сэ лави». В цикле мифы и репутации идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. Звучат разговоры о писателях 19-го и 20-го века. С детства знакомое, можно сказать, родное имя, едва ли не самое раннее чтение из русской классики, что называется, из первых игр и первых букварей. Никаких еще вечеров на хуторах, никакого кошмарного Тараса Бульбы, а о Тургене уже что-то знали шкалеры самых младших классов. Писатель в этих беседах берется в своем главном, с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Звучит программа учителя, интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники, писатели, историки, режиссеры, ученые, говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Алфавит инакомыслие». Уже несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом. Мы посвятили ее тем людям, тем событиям, тем явлениям исторической жизни нашей страны, благодаря которым, в частности, я могу сейчас с вами обсуждать эти вопросы, вести эту программу, говорить то, что я говорю, не опасаясь, что при выходе на улицу меня тут же посадят в черный воронок и увезут. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманием наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице Герои Ивана Толстого. Заходите, почитать и послушать. Радио Свобода Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю. Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь. Очень осторожно. Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется. Я не употребляю информацию. Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью. В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире. Иностранные агенты – это наши друзья. Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Илон Маск еще только запускает свои спутники. А мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника «Эуталсад» «Хотбёрд». Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио «Свобода». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова